Приветствую всех, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов. Вы писали в комментариях к прошлому видео, где я делал романтический ужин для своей жены из фикс-прайса. Саныч, ну сделай что-нибудь нормально. И это видео увидел подписчик, наш топ-донатер NoName. Говорит, Саныч, жди, сегодня вечером привезут доставку. Ну что, ребят, доставка на 5000 рублей романтический ужин из ресторана Big Vine Freaks. На выбор несколько блюд. Курица фермерская, лопатка ягненка, либо рыба, сибас. Ну, так как я недавно ел лопатку с этого ресторана, там на 15 тысяч, кто не помнит, смотрите видео на канале. Сегодня я хочу романтический ужин с рыбкой, с сибасом. Друзья, с вас по традиции лайк, подписка и комментарий, а я буду ждать доставочку. Накрывать на стол и делать романтику. Получил я долгожданную доставку от нашего любимого подписчика. Сейчас я быстро все на стол накрою и буду приглашать Скорбекину. Надо красиво. Ну, мы же сутков не будем все-таки. Это я вот на 15 тысяч прям бы написали в комментах. Саныч, ну ты бы хоть на тарелку выложил, чтобы все видно было. Ладно, друзья, сейчас все красиво я сделаю. Листья салата. Листья салата, ребят. Смотрите, чем их накрыли. Какой-то тряпкой. Ну, не тряпкой, салфеткой промоченной водой. И они просто как будто только их сорвали свежие. Вот это идея, конечно. Молодцы. Вот это романтический ужин. Вот это да. Ты уже сразу, да, видишь? Вот это я вижу сразу романтический ужин. Ну, ты просто посмотри, какие тут листья. А, давай вот. Давай сюда посмотри. У нас же есть специальные столы такие. Давай вот эти сладости туда. Посмотрите, друзья, какие профит-роли. Вот это десерт. Да, десертные. Давайте. Карпаччо. Тоже, да? С карпаччо. Это не карпаччо, это нарезка этих. Ой, не карпаччо, да. Колбасы. Ты посмотри, какой хлебушек. Что ты пекутался? Да, сами пекут. Вот наша любимая вот эта. А вот эта? Ты вилке что-нибудь подал. Вот. Одну на двоих? Фуэт. Фуэт. Смотри, друзья, это Сибас. Она просто огроменная. Большой. Смотри, предлагаю нам одну на двоих и одну тещи с ребенком оставить. Нам же много будет. Мы так много не едим. Так необычно, попробуй. А что это такое? Мы так не готовим. Ммм. Песто. А соль очень как-то необычно приготовленная. Маринованная что ли? Потому что они полностью ее развалили. Так необычно. А знаешь, что это такое? Суп. Это к хлебу. Взбитое масло к хлебу. Соус к Сибасу. Тартар. Солюшка. Это шикарная подача. Конечно, такое надо есть в ресторане. Когда хлеб еще горячий. Да, я попробую. Очень вкусно. Так свежий. Что, как рыбку будем делить? Ну, одну на двоих. Нам даже одной на двоих много. Давай рыбу. Ну, нам, мне кажется, что нам даже одной на двоих много. Да? Ну, ты отрезай. Давай мне часть рыбы. Хвост или голову? Что возьмешь? Хвост тебе. Хвост. О, она фаршированная. Она фаршированная. Нет. Короче, она фаршированная, ребята, апельсинами. И укропными. Укропом и не только. А еще вот что. Тимьян. Нет. Розмарин. Чебрец. Чебрец. Наш любимый чебрец. Поставь назад. Поставь. Я сначала хочу попробовать, знаешь что? Это суп, друзья, харчо. Из лопатки. Знаете, как он делается? Очень вкусно. У рыбы поливка снаружи. Короче, они так вкусно все поливают, что уже не хочется никакими соусами. Да? Угу. А лопатка, вот, вот эта лопатка. У них еще на выбор было, можно курицу целую фер... Фермерская курочка. Сейчас, подожди. Да? Да, поровнее. Да, можно было взять фермерскую курицу, можно было взять вот эту лопатку, которую я уже ел. Тогда, помнишь? Да. Ну, мы, так как мы ели лопатку, я решил все-таки заказать рыбу, попробовать. И не пожалели. Не пожалели. А, видимо, с остаток лопатки делают вот такие вот... Чем они ее поливают, эту рыбу? Так. Ну... Я такое не ела. Суп на романтическом уже не есть. На завтра? Да, на завтра оставим на обед. Короче. Короче, все очень необычно. Сейчас я тебе расскажу, чем это так. Даже на мой вкус. Да? Хотя ты рыбу не очень, да? Нет, ну вообще нет. Я и рыбу пробовала, всякие там вот эти фасоли, это как-то необычно приготовлено. Ммм, каким-то сладко-лимонным соусом полито. Тартар? Да. Не помнишь? Из рыбы? Да. Так как у нас рыба... Ну, пробуй ты. Думаешь? Да, я, ты знаешь, не ем такую настолько изысканную пищу. Вкусно? Ну, я не буду. Ну, рыба офигенная. Ну, я тебе скажу, что из говядины тартар мне больше понравился. Из говядины я пробовала тартар как-то раз, из голодухи. Слушай, так это не к рыбе. Не к рыбе? А, это это... К рыбе лимон. Нет, там к рыбе был соус. А куда он делся? Нет, вот соус с салатным листьем. Еще к рыбе был. Ну, вот как вот такие куски листьев есть? Зачем вот такую капусту здоровенную дают-то, а? Наверное, вот с этим надо есть. Ну-ка, макнем. Да нет, они сейчас смотрят на нас, наверное, с этого ресторана. Ну, так вкусно. И думают, что мы отморозки. Макаем листья салата и едим, ребят. Ну, если не порезали, да? Мне этот соус очень нравится. Еще в тот раз. Да? Угу. Ну, знаешь, он какой-то... С ананасовым привкусом, что ли. С уксусом. Ну, смотри. Просто кочерыжка. Да. Ну, это типа круто. Так вот, ну, такой большой. Да, круто. Ну, давай вот этот попробуем. Второй соус. Такой тоже, по-моему, был. Так, тартар в сторону. Маме твоей отдадим тартар. Вот это горчичник. Да? Кто, ребят, так же салаты ест, как мы? Мы в ресторану так придем и будем так салат руками есть. Не, ну, в ресторане его уже подают политом. Там меню, наверное, указано. Ты выбираешь, какой соус. Тебе его поливают и приносят. А, салат резать, наверное, надо. Просто так неудобно есть. Мне кажется, я любила соус от этой, от рыбы. Я сейчас подумаю, зачем соус. Короче, рыба. Давай пробуем. Мы его найдем, но чуть позже. Да. Боже, ну это божественно. Слушай, прикольно приготовлено. Попробуй рыбу вот с этим соусом. Да. Ну, себаскостлява, конечно. Себаскостлява. Но кости большие. Кости крупные. Вот нашему ребенку такая рыба понравится. Он нас не любую рыбу будет есть. Да, она жирненькая. Он сухую не любит. Да сухую никто не любит. Только коты сухую любят. Я ему покупала рыбу. Вроде неплохая была. А он ее не ел. Слушай, вот за этим соусом вкусно тоже. Короче, это знаешь, что это... Нежнятина. Это для меня вариант. Для людей, которые не умеют готовить рыбу, но хотят ее поесть. Ну-ну-ну. Вот так вот заказывать. Слушай, ну это... Слушай, я рыбу готовить не буду. Ну вот такой вот за сколько? Четыре с половиной тысячи стоит. Четыре с половиной. За такой ужин. Как думаешь, нормально, нет? Ну у нас этот ужин на четверых пойдет. А, да. Поэтому нормально. А суп еще на следующий день останется. И хлеб. Дай-ка еще маслица. Маслица. И маслица останется. Для нас это, считай, ну... На несколько дней. На несколько дней, да. Я просто многие пишут. Саныч, куда сейчас столько лезет? Ты жрешь столько. Ну и просто видишь, что я только и ем. Контента. Контент какой. Я хочу сказать, рыба все-таки... Не очень? Крутая. Рыба круть. Рыба полезная есть. Да? Хотя бы иногда. Ну да. Я могла ее по... Годами не есть. Потому что я ее не люблю. Но вкусную рыбу я люблю. Я так подумал тут недавно. Мы очень много курицы едим, да? Угу. Все реально. Но уже, если честно, уже надоело. В Москве много индейки ели. Тут вообще индейку не покупали. А почему не покупаем индейку? Потому что мы, например, забыли. Угу. Ну, сегодня я купила. Это от свеклы лист, ты понимаешь? Угу. Вообще ужас. Листь от свеклы. Вот так вот песто. Как это вкусно, а? О! Дай мне вот такой. Катерышечка. Катерышечку. А это что такое? Тоже какая-то капуста или что? Шпинат? Шпинат, наверное. За удачный вечер. И вкусную еду. Вкусную еду. Вкусную. Спасибо, что все-таки у нас есть такие зрители. Которые неравнодушны к моему горю. Да, к твоему горю неравнодушны. А ты говоришь, что, Саныч, бомжует, бомжует. Мне вот этот соус очень понравился. А мне вот этот. Да? А, не, вот этот, вот этот. Не горчичный, а вот этот, да. Я его даже к себе, видишь, поближе поставил. Вот еще какое-то интересное есть. Да, или шпинатика. Это, может, и не шпинат. Мы вообще-то с тобой просто такие эти гурманы. Ребят, ну кто это? Это, может, какой-нибудь Лоло Росса. Еще что-то, да. Знаешь, сколько у них названий? Лоло и Пепе. Слушай, я нормально поил. Хлеб четкий. Ну, тартар, честно скажу, честно скажу, честно скажу, мне не нравится тартар из рыбы. Потому что вот эта рыба, когда она вот готовая, с лимоном, вот с этим травами, нету привкуса вот этого. Короче, это не красная рыба. Это себастом, белая рыба, он бывает иногда с таким привкусом рыбным. Ну, не знаю, как объяснить. Вот этот рыбный такой запашок. Она хорошая, все. А как ты севиче ел? Ее же тоже сырое. Севиче это практически то же самое. Севиче ел. Саблоновый. Да, это практически то. Нет, вот тартар из говядины мне прям понравился. Прям четкий, топовый. Это тоже вкусно, нежно, хорошее, но это не по моему вкусу. Я ела тартар один раз в жизни с голодухи, когда не знала, что это сырое мясо. Да говорят, можно. Но было вкусно, было не мерзко. А вот что вкусно. Между сырым мясом и хамоном я всегда выберу хамон. Вот это надо спрятать. Сын сорвется. Он откажется есть. Рыбу не захочет сразу. Рыбу не захочет, если увидит эту тарелку. С колбасой. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Очень вкусно. Но это даже не ресторан, это Big Vine Freaks. Называется винный бар или что это. Там всегда очень изысканная еда. Помнишь, мы сегодня обсуждали, что я один раз была в таком месте. Там тоже все было очень вкусно. Ну как, вкусно, так вот, изысканно, необычно и дорого. Ну да. А вот это, я считаю, это, кстати, недорого. 4 500. Ну это не на один раз. Это же, если бы ты все съел и ушел. А так получается, что у нас это еще... Ну и как бы такие деликатесы, да, здесь? Себас там по-крутому приготовлен. Например, если мы с тобой вдвоем жили, у нас бы следующая рыбина ушла бы на следующий день. Да. Ну а я за ваше здоровье, друзья, наверно профитролю. Она же с начинкой. Ну что, Скорбей. Ну мне все из глаз дало, просто все. Короче, что хочу сказать. Для меня это дорого. А для тебя? Нет. Ты стоишь на своем. Ну я тебе таких ужинов делать не буду. Ты должна сейчас сказать, тогда я уйду. Куда я уйду? Никуда ты не уйдешь, будешь есть пятерочки. И сашанов. Друзья, ну что, давайте 20 тысяч лайков и Скорбейкина ест все стрёме. Не ем я. Нет, ладно, не все стрёме. 20 тысяч лайков и я делаю романтический ужин из светофора. Это самый наш любимый. Не, хватит уже вот этих вот таких вот. Упал микрофон, я не знаю на какой части съемки он упал. На какой части съемки он упал. Но я так скажу, для меня это дорого. Скорбейкина говорит, что недорого. Нет. Значит, делаем так. 20 тысяч лайков и я делаю романтический ужин из нашего любимого светофора для Скорбейкиной. Хватит уже светофоров в моей жизни. Давай, попрощи. Таких хочешь. Таких хочешь. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите идеи новых видео. И извиняюсь в конце за звук, я не знаю, когда честно этот микрофон упал. Надеюсь, не так давно. Всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока.